Всем привет! Многие спрашивают меня, что за такой новый зверь Windows 12 Lite. Сегодня я вам это покажу. Вот она, эта операционная система, и мы разберемся, что это такое, что за зверь такой. В общем, будет интересно. Поехали! После установки операционной системы Windows 12 Lite у вас появляется вот такое вот окошко, не характерное для обычной десятки. Но, в принципе, что-то от десятки тут, может быть, возможно, и есть. Но сразу пугает то, что английский язык, возможно, еще это недопиленная операционная система Windows 12. Давайте будем разбираться. Закрываем пока это окошко, смотрим, что у нас тут есть. В общем, что-то непонятное и совсем не похоже на операционную систему Windows. Хотя, в принципе, здесь кое-что от этого есть. Меню пуск у нас вот такой вот, очень странный, совершенно не похожий на тот, на который есть в десятке. Ну и многие уже, наверное, поняли, что это за операционная система и почему это не Windows. Это Windows 12 Lite. Не знаю, почему ее так обозвали. Но на самом деле это обычный Linux, которым вы можете спокойненько себе пользоваться на любом компьютере. Ну и сразу хочу сказать, что эту операционную систему я уже облазил. Посмотрел, что она из себя представляет. Давайте вот, например, откроем Task Manager, посмотрим. У меня в данном случае можно здесь посмотреть, что это за система, чтобы вы, в принципе, понимали, что вообще это за операционная система такая, System Information. Давайте откроем. Ну и, как видите, здесь у нас указана операционная система Linux Lite 4.8. Назвали ее Windows 12 в шутку. И на самом деле это обычная операционка, основанная на Linux, на урезанной версии Plus. Она сравнима, в принципе, с Ubuntu, потому что здесь все так же, как и на Ubuntu, работает. Вот. У меня вот такая вот конфигурация. Это на виртуальной машине я вам это все дело показываю. Что может эта операционная система? Но обратите внимание, что если ничего не запущено и нагрузка на центральный процессор, даже несмотря на то, что я выделил сюда всего 4 потока, то у меня практически нулевая, то есть не нагружает эта операционная система мой компьютер. Памяти выделяется 7%. Это из 8 гигабайт. То есть тут не отображается, сколько тут, в принципе, вообще показывается мегабайт, гигабайт. Но, в принципе, в разделе о системе можно посмотреть, вот, например, общая информация о том, что у меня сейчас используется 8 гигабайт оперативной памяти и в том, что сейчас занято всего 600 мегабайт оперативки, когда ничего не запущено. Но, допустим, если я что-нибудь запускаю, то у меня количество памяти будет, соответственно, уже увеличиваться. Так, запустить все равно. У нас требуется пароль для запуска Chromium. Восстанавливаю те странички, которые были у меня открыты. Естественно, это был мой канал. Вот, сразу рекомендую, если вам вообще интересна тема по операционной системе Windows и по Android, что да как, какие настройки, как оптимизировать, как удалить вирусы и так далее. Все это есть на моем канале. Можете посмотреть много очень интересных видео, много видео, которых набрало огромное количество просмотров. Если все это дело понравится, нажимайте подписаться на канал. Рядом клацайте два раза по колокольчику, чтобы получать уведомление о том, что вышло мое новое видео. Что еще по поводу этой операционной системы сказать я могу? В принципе, все, кто знает и понимает, что такое Linux, что такое Ubuntu, в принципе, все сразу поняли, что это у нас не винда. Это никакая... вообще близко даже к винде ничего общего не имеет. Но обратите внимание, что с запущенным браузером эта операционная система жрет намного меньше ресурсов, чем если бы это была операционная система Windows. Конечно, тут все сложнее, потому что, например, те же самые пакеты, репозитории надо подключать. Все это делается через терминал, и если мы откроем терминал, то мы тоже видим, что у нас в данном случае Linux Lite 4.8. Вот версия Win12 почему-то пишется. Ну и здесь, если, например, мы там введем самую известную для всех команду apt-jet, то мы сейчас получим, что у нас, в принципе, да, все работает. Точно так же, как и в Linux, можно установить определенные пакеты, можно выбрать, можно поменять депозиторий, можно запускать от SuperAdmin и так далее. В общем, ничего такого сверхъестественного здесь нет, никакая это не винда, так что можете не беспокоиться. Теперь несколько слов о том, что вообще будет дальше и как будет дальше развиваться операционная система. То есть в данном случае вы знаете, что есть у нас Windows 10, и Windows 10 пока что в компании Microsoft сказали, что никаких других версий операционной системы Windows 10 не будет. Есть некоторая инсайдерская информация, я не могу быть уверен, что она 100% точная. Это может быть, это может не быть, это просто непроверенная инфа, о которой, в принципе, я могу верить, а вы можете не верить. В общем, все ведется к тому, что операционная система, она вообще будет просто называться Windows. И это даже не будет десятка, она просто будет выходить с определенными порядковыми номерами выпуска обновлений. Обновления будут происходить один раз в год, сейчас их выпускают два раза в год, но компания Microsoft хочет перейти на то, чтобы выпускать обновления один раз в год. Ну и плюс хочется сказать о том, что сейчас именно подразделение, которое занимается разработкой операционной системы Windows, оно сейчас не сильно таки прибыльное. Да, конечно, прибыли есть, доходы есть, винда продается, в том числе заказать вы можете и в нашей группе ВК. Вот если перейдем вот здесь вот, клацнем в группу спецкомп, то тут вот, если вы посмотрите, есть товар Windows 10 Pro, очень по вкусной цене, можете купить ключик вообще без каких-либо проблем. Так вот, что с операционной системой Windows 10? Они не хотят придумывать что-то новое, они просто будут теперь постоянно дорабатывать эту Windows 10, в дальнейшем они откажутся от маркировки 10, это будет просто Windows, и Windows будет, как сейчас по аналогии, они там, например, выпускают 21H1, это типа первая версия, первое обновление 2021 года. А потом будет Windows 10 21H2, то есть это второе крупное обновление 2021 года. В общем, они уберут десятку и будут просто обновления по годам, то есть никаких операционных систем не будет. Также есть еще момент о том, что они хотят запустить операционную систему, ну, наверное, вы уже знаете по поводу Windows 10X, это операционная система такая облегченная, работающая на ARM и работающая только с UVP программами, но там они потихоньку все равно добавят и 32-битные программы, 64-битные. В общем, по поводу Windows 10X вы можете посмотреть на моем канале, я уже рассказывал по поводу этой операционной системы, как ее установить, как ее можно посмотреть на вашем компьютере. Это где-то вот было вот здесь, посмотрите, в общем, найдете по поводу Windows 10X, если вам это интересно посмотреть. Эта операционная система, она будет для простеньких компьютеров, которые вот здесь, попробую Windows 10X уже сейчас. Это будет простенькая операционная система для слабеньких компьютеров, для слабеньких ноутбуков, для которых, в принципе, ничего не надо, кроме как полазить в интернету. Не уверен, имеет ли смысл ставить вот именно Windows 10X, потому что, ну, такое себе, если там не будут поддерживаться 32-64-битные приложения, к которым уже все привыкли. То есть поработать там особо как-то не получится, то есть максимум можно будет пошариться в интернете. А зачем тогда ставить платную Windows, если есть возможность установить Chromium OS, которая совершенно бесплатна и которая будет работать... Сейчас они там выкупили одного разработчика, там, Chromium OS, который делали драйвера под все устройства вообще, которые есть в мире. И, соответственно, под все компьютеры Chromium OS будет подходить, в том числе и под слабые. Если вам нужно именно для слабого компа операционная система, берите, устанавливайте Chromium OS, и у вас все будет прекрасно работать. Или же, если вам, опять-таки, нужно лазить только в интернете, то есть вам нужен по факту только браузер, то, соответственно, вы можете поставить как Chromium OS, это тоже одно из подразновидностей Linux'а. Также вы можете поставить просто Ubuntu, например, 18-ю, 20-ю Ubuntu. Это вот операционная система в этом стиле. Настроить ее может многим показаться сложно, но на самом деле вы делаете настройку один раз, через терминал устанавливаете нужные себе приложения один раз, и потом всю жизнь ими пользуетесь. А есть специальные приложения, которые позволяют все то, что у вас уже установлено, постоянно обновлять. Вы просто заходите, вот, например, есть инструменты, да, и в инструментах есть возможность... Ну, в данном случае здесь не в инструментах, здесь, наверное, в настройках, да, есть возможность, вот, например, установить драйвера, установить системный софт и так далее. Так вот, через вот эти вот приложения вы можете все это сделать несложно, там уже не нужно знать командную строку, чтобы всем этим пользоваться. Обратите внимание, здесь вы пользуетесь не Google Chrome, а браузеры на основе Chromium, то есть это чистый Chromium, который есть сейчас в интернете, на Linux, который не напичкан всем тем, чем напичкан Google Chrome. Ну, в принципе, сюда можно установить и Google Chrome, и здесь есть Firefox, Firefox вообще в Linux по умолчанию стоит, потому что он более безопасный. В общем, все идет к тому, что будут две категории компов. Одна категория компов будет на винде, и эта винда будет просто Windows с маркировкой года и выпуска обновлений. Либо же, если у вас будет слабенький компьютер чисто для того, чтобы пошариться в интернете, то вы можете использовать Linux, можете использовать Chromium, так как на слабых компах это все работает шикарно, быстро, никаких проблем, никаких тормозов, никаких лишних процессов системных и так далее, всего этого нет. А в тяжелой винде, соответственно, все это есть, но тогда в тяжелой винде вы можете запустить любые приложения, которые вам могут понадобиться. Например, вот здесь в Linux Photoshop вы не запустите, там, например, Adobe Premiere Pro, в котором монтируются ролики, вы не запустите. Например, чтобы использовать программы вместо Photoshop, здесь есть бесплатный тот же самый вот GIMP, да, и есть программы, которыми можно пользоваться бесплатно, но на них нужно будет переучиваться. И это не совсем многим удобно, потому что все привыкли пользоваться на винде. Но вот если вам нужен именно только браузер, и вы только шерстите интернет, какая разница, с чего вы сидите? Вам нужна максимальная быстрая производительность и максимальная стабильность. На Linux и на Chrome OS практически нету вирусов, очень тяжело заразиться вирусом, и особенно там постоянно нужны везде рут-права, ну, запуск всего отсюда, и, соответственно, установиться вирусу на Linux, либо на Chrome OS будет крайне сложно и проблематично. А вот на винду это сейчас вообще очень-очень легко, поэтому безопасно, стабильно, но только с использованием интернета и браузера. Это Chromium OS, это Linux, вот который сейчас я вам показал, лучше всего использовать Ubuntu. Для совсем уж слабых компьютеров можно использовать Linux Mint, вот, а для нормальных рабочих компьютеров, где уже надо реально поработать, где там нужны какие-то тяжелые задачи, все это, в принципе, спокойно себе выполняется. Что еще хочется сказать по поводу игр на Linux? Утилита Lite Software позволяет установить какое-либо приложение, которое вам необходимо, вот здесь вы можете это все дело увидеть. Это все то, что можно спокойно, очень легко установить на ваш компьютер. Ну, и вот, например, здесь есть Vine, который позволяет, выделяем Vine, который позволяет запускать игры на Linux, то есть, установив Vine, вы можете скачать себе тот же самый Steam. Этот Steam будет работать у вас именно на Linux, вы устанавливаете игру, через Vine запускаете игры, и они, в принципе, уже большая часть игр, там, я не знаю, процентов, наверное, 80-85 игр через Vine работают. Да, это все с костылями, да, это все непросто, но, в принципе, Vine сейчас позволяет это делать. Это по поводу того, можно ли играть в игрушки на данном компьютере. Ну, и, как вы видите, вот, если я еще раз сейчас зайду, то уже у меня Vine будет установлен, давайте посмотрим, в самый низ опустим. Вот, видите, у меня уже Vine здесь не видно, а, соответственно, Vine у меня установлен, и здесь вы можете уже запускать игры. Вот, если перейдем в прочее, здесь есть настройка Vine, в данном случае у нас подключается, сейчас монтируется Vine, и через этот Vine можно запускать на Linux игры. Обратите внимание, вот оно у нас появилось, стандартное окошко, уже похожее, которое на Windows XP, на Windows 7, если отключить графическое оформление. Ну, и здесь, соответственно, вы можете подключать библиотеки, например, DirectX, можно устанавливать разрешение, вот, можно подключать диски, с которых будут у нас загружаться игры, как у нас будет воспроизводиться звук и так далее. Все это здесь настраивается, если вам прям очень эта тема интересна, как запускать игры на Linux, пишите об этом в комментариях, если комментариев будет много о том, что вы хотите знать, как это сделать. Соответственно, я тогда сниму отдельное видео по этой теме. В общем, в данном случае, пока с этим всем закончим, вот здесь вот, как я уже сказал, есть целая куча бесплатных программ, которые вы можете использовать, например, Audacity, запись звука с вашего компьютера, например, OBS, можно записывать экран данного компьютера, это в том числе можно делать и на Windows, совершенно бесплатное приложение, которое вы можете использовать. Например, Kodi, это у нас возможность подключения к различным, там, IPTV и возможность использования IPTV бесплатно. В общем, тут есть, как бы, свои, в принципе, вполне себе прикольные программы, вот, можно, например, тоже Skype установить, но это только то, что вы можете установить вот в таком графическом виде, а здесь же еще миллионы всего того, что вы можете установить через, соответственно, как она называется в винде, командная строка, а на самом деле это называется терминал. Вот, давайте вот здесь вот поклацаем. В общем, вот такая вот операционная система Windows 12 Lite, которая совсем не Windows, которая обычный Linux. Вот, ничего нового здесь нет, все очень сильно похоже на Ubuntu. Сразу хочу сказать, что вот именно эту операционную систему я не рекомендую к использованию, потому что она мальца глючная и есть кое-какие проблемы с тем же, например, самоустановкой, переключением репозиториев и так далее. Легче использовать Ubuntu, потому что Ubuntu самая распространенная, на нее проще всего будет найти какую-то информацию, если где-то что-то вам станет непонятно. По поводу того, как установить Ubuntu, я тоже рассказывал в одном из своих роликов на моем канале, можете все это дело посмотреть, если вам эта тема интересна. На самом деле, Linux ставится очень просто, если с вашим компьютером все в порядке. Ну и, как я уже сказал, под браузер его использовать вообще аж классно. И намного-намного безопаснее, чем винда, и намного легче, чем винда. В общем, вот такая история про Windows 12 Lite, не заморачивайтесь, никакой Windows 11 и Windows 12, по крайней мере, в ближайшее время точно не выйдет. Ту информацию по десятке, которую я вам рассказал, это неподтвержденная информация, но, скорее всего, так оно и будет, время покажет. Ну, на этом это все, все, что я хотел сказать по поводу данной операционной системы. Давайте, всем пока!